И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, и я с вами записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору нового, наконец-таки, правильно обновленного корпуса Орес. Сегодня мы вместе с вами скатаем как минимум один бой, если он будет быстрый, то может быть даже и два. Я на этом Оресе уже после обновления наиграл, ну, наверное, неплохое количество времени. И я вам могу сказать, что этот корпус полноценно вернулся. И сегодня в рамках видеоролика мы подтвердим мои слова, я покажу как можно круто реализовывать этот корпус и что можно делать с ним в матчмейкинге. Мы пикаем в режим осаду, я пока что нахожусь на рикошете с устройством, которое наносит все статус эффекты сразу. Я даже вот сейчас подзабыл как оно называется. Пульсарчик, конечно же пульсарчик, пульсарчик, контентовый пульсарчик. Если вдруг нам нужно будет более дальнобойная пушка, возьмем либо магнума, либо гаусста того же. Пока что по дрону я выбрал себе ловкача для режима осады. Это, наверное, оптимально один из самых лучших дронов, дабы быстрее докатываться до точки. Ну и чтобы была возможность, если что, быстрого маневра для прожатия того самого шарика. Что касаемо шарика, наконец-таки ему сделали хорошее расстояние, сделали небагованную цепочку. И он начал очень жестко, грамотно и четко наносить урон. Это меня безумно радует. И в предыдущем видосе, когда я записывал по Аресу, да, где я его хейтил и говорил, что ну пора уже сделать из него нормальную конфетку. Наконец-таки я этого дождался. Наконец-таки этот корпус вернулся в нашу мету. И я считаю, что сейчас, на данный период времени, это самый сильный овердрайв среди тяжелых корпусов точно. А среди всех овердрайвов, ну, наверное, входит в топ-3 лучших. Нас запикивает на шикарнейшую просто карту для реализации Ареса. Это пустыня. Это очень хорошая плоская карта на одном ярусе. Именно такая карта нужна для реализации нашего Ареса. Также очень круто подходит для реализации Ареса карта Дюссельдорф. Та самая карта, которая, ну, наверное, многим не нравится. И она является большой. Ну, и мне в том числе. Если бы не Ареса, она бы сильно не импонировала. Но, если ее рассматривать с точки зрения именно этого корпуса, как здоровая карта, где можно опустить шарик от одной стороны до другой стороны, то я вам скажу, что это очень и очень крутая карта, где можно этот корпус реализовывать очень, очень круто. Ну, и уже сейчас Аресов в матчмейкинге становится больше. И в этом нет никакого удивления, знаете, да? То есть, типа, почему начали использовать этот замечательный корпус в таком большом количестве? Ну, потому что Овердрайв сделали реально контентовый. Реально тот, который нужен этому корпусу, чтобы его было круто реализовывать. Но, что-то у нас тут по катке противник особо на точку не едет. И мне это очень и очень сильно не нравится. Потому что, если противник не будет ехать, то я не буду знать, где мне прожимать мой замечательный Овердрайв. Ну, ладно. Сейчас мы сделаем одну контентовую вещь. В надежде, что сейчас это сработает. Вот так вот мы пустим этот шарик. Ну, и просто посмотрим, как на цепочечке, чуть по чуть, на бэмсит киллочков. Ну, здесь, наверное, будет эта супер легкая катка, да? Карта сама по себе подходит идеально для реализации шарика. Но противника у нас, к сожалению, здесь нету. Может быть, сейчас еще противник у нас подпикнется и вернется в эту катку. Но пока что здесь без шансов и возможностей даже реализации моего Овердрайва здесь, ну, не так много есть. Поэтому просто стараемся на накидочку играть. Может быть, сейчас быстренько досрочечку оформим. Пикнем еще одну каточку. И там уже будет карта, где будет противник посерьезней, который будет стоять на точке. Вот если бы я, например, сейчас был бы за противоположную команду и пускал бы туда шар. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там шарика можно дать киллов 10, наверное, если не больше. Когда вот так вот типы стоят, когда стоят там титанчики. И ты просто так бэмсишь просто в этот контент шарик. И он все сбривает. Просто все сбривает. Все, что находится в поле его зрения. И работает максимально, максимально круто и эффективно. Да, даже тут, наверное, когда типы стоят на респе. Если чуть-чуть получше поймать тайминг, когда они все отреспились и без нулевого урона. Можно тоже что-то интересное вам показать. Давайте сейчас попробую как раз-таки эту вещь сделать. Мне, конечно же, надо, чтобы был хоть какой-то уголочек. Ну вот, например, примерно так. Примерно так что-то запустил. Раз, два, три. Ну, такое. Такое. Не добил Хантера чуть-чуть. Нулевой урон сначала по нему залетал. И по Васпика вообще из-за нулевого урона ничего, к сожалению, не на бэмсила. Ранат скиллов у меня. Ну, здесь, наверное, не стоит особо смотреть на киллы. Здесь стоит смотреть на реализацию вашего овердрайва. И она, конечно, мне, ну, безумно нравится. Вот такие корпуса, когда они обновляются, они придают мне безумно большое количество мотивации играть на них. И играть вообще в целом в игру, да. То есть, когда у нас одна и та же мета, и она не меняется, ничего не происходит, то со временем он реально начинает так поднадоедать, знаете. А когда выходят такие обновы, и когда ты начинаешь, ну, можно даже сказать, обузить, обузить обновы, да, и играть на этих имба там корпусах, вооружениях, то это, ну, не знаю, придает дополнительной какой-то супер мотивации, настроение, позитивусом. И ты просто кайфуешь от того, что реализуешь такие замечательные комбинации. Так, ну, у нас катка заканчивается за 5 минут, очень быстрая, и, к сожалению, не суперкрутая. Поэтому мы пикаем в еще один бой в Асаду. Надеюсь, что нас сейчас сразу же закинет. И желательно, чтобы это была бы не многоярусная карта, потому что если это многоярусная карта, то она, ну, вот такая карта не особо, если честно, подходит. Ну, ладно, давайте попробуем. Давайте попробуем, если противник будет ехать в центр, то, в принципе, у нас будет возможность реализации этого замечательного аресика. Ну, здесь, в принципе, да, линия есть какая-нибудь такая интересная, которую можно пускать. Я, наверное, сейчас переоденусь еще на магнум, потому что здесь, на этом рикошете, если уж и играть, то мне придется чисто катать по вражеским спаунам. По вражеским спаунам у меня особо желания катать, наверное, нету. Гаусс тоже можно было бы взять, но от Гауса побольше резистов, поэтому давайте возьмем магнум по дрону. Ну, наверное, я ничего менять не буду, хотя лучше было бы, конечно, играть здесь с не Ловкачом, а с, конечно же, Кризисом, но в связи с тем, что Кризис — это дрон, который далеко не у каждого есть, я ставлю Ловкач и попробую уже с ним чуть-чуть поиграть, побемсить и его реализовать. Магнуму с Ловкачом урона, ну, немного не хватает, желательно, конечно, чтобы урона было побольше. Я возьму сейчас иммунитетик от пробития, потому что там кто-то меня начал уже сразу быстро пробивать. Ну и то, что катка вот эта вот будет сейчас плотная, это очень хорошо, это прям великолепно. Это значит, что у нас будет вместе с вами возможность здесь неплохо так зафармить, зафармить, забеймсить и постараться заработать, заработать. Главное, чтобы противник у нас на точечку тоже двигался, а не стоял чисто за стенками и накидывал урон, а то там типы стоят на своей базе и просто беймсят урончик. Сейчас-ка мы им как накидаем по этой голове, за то, что они такими вещами занимаются. Блин, это уже неплохая обраточка сразу прилетела. Ну там прям под стенками сидят типочки. На магнумах, на громах. Давайте попробуем попасть туда что-то. Ой, хорошая залетела. И добавочка. Добавочка тоже неплохая залетела. И еще одна добавочка. И еще одна добавочка тоже неплохая. Так, титан прожимает купол. Что мы делаем, когда титан прожимает купол? Конечно же мы идем пушить его шар. И сразу стараемся вкинуть свою контентовую темочку. Вот примерно вот так вот это делается. Еще бы чуть-чуть другого угла бы я бы дал. И там обратки. Обратки шар тоже залетел сочный. Но в принципе пойдете, пойдете. Двоих я сбрил. Третьему я чуть урончика нанес. Если бы было больше противников, то бы вот так вот по всем бы моя супер торпеда заработала. Сейчас у нас на выходных еще очень был крутой режим демочки. На котором как раз таки была карта Дюссельдорф. Вот там, блин, насколько же круто там работал этот арес. Мне прям нереально жестко понравилось там играть на нем. За счет того, что еще на карте падает два овердрайва. Была возможность контроля этих двух овердрайвов. И просто кто смотрел стримы, тот видел, как я на линию просто давал эти шары с одной стороны, потом с другой стороны. И вот так вот просто эти шары гоняешь. От этих шаров идет большое количество киллов. И ты просто наваливаешь, 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 наваливаешь. Блин, безумно крутые эмоции от таких ситуаций. Ну, в принципе, кто видел, тот видел. Тот все знает. А кто не видел, можете просто посмотреть, включить один из последних стримов. И увидеть, как это все дело работает на хороших картах, где противник кучкуется. Ну, а тут у нас пока что, ну, не сказать, что супер реализация есть. Но мы будем стараться. Надо постараться выиграть, как минимум, эту каточку. Я думаю, что шансы у нас на это имеются. Поэтому пробуем на захватик играть. У нас вообще у Титана должны быть купола. О, а вот и купол. Давай, братанчик. Давай, давай, давай. Хороший, красавчик. Лучший просто. Так, сейвим на куполе. Шестерочку контентовую даем. Так, у противника купола нету. И у противника, у Ареса, выстрела тоже, мне кажется, нету. Хорошо, у меня появляется шарик. Если что, я готов его бэмсануть, если вдруг будет в этом необходимость. Но мы точку благополучно захватываем. И вот Арес вражеский тоже хорошую сарделичку впустил. Но, к сожалению, его сарделичка была уже чересчур поздно впущена. И, соответственно, он не смог нас уже здесь уничтожить. И это очень-очень хорошо. Так. Ну, а мы что делаем? Что мы делаем? Мы, наверное, давайте отправляемся ближе к вражескому спауну. Потому что здесь у нас по контролю все четко. Контроль у нас имеется. Точки захватываются. Поэтому я могу просто здесь покидать урончик. Чуть-чуть сыграть на командочку. Чтобы наши тиммейты забрали еще одну. Мы уже повели 2-0. И где-нибудь бы еще пустить этот шар на какую-нибудь линию интересную. Я даже, кстати, нашел сейчас интересную линию. Если я с левого угла пущу так по диагоналке, то она должна зацепить все респы сразу. Давайте попробуем это сделать. Если мне дадут сейчас туда заехать, я постараюсь выдать очень крутую... Очень крутую темочку. Давайте попробуем. Вот такую хочу сделать. Вот такую тему. Вот так она должна лететь. Блин. Ну, не сказать, что прям супер. Надо было чуть-чуть еще левее под углу давать. Чуть-чуть левее. А хотя там никого не было. Блин. Но это можно так зацепить. С этого края можно зацепить все респы. Если все респы зацепить, то может что-то интересное бэмсануть. Так. Ну, здесь, конечно, плохо, что противник имеет еще один купол. А у меня как раз-таки нету шарика, который я могу вкинуть. Титан не успевает прожать купол. И это очень хорошо. Мы точку сейвим. 11 киллов всего лишь у меня. К сожалению, реализация нашего овердрайва. Но, мягко говоря, не очень. Мягко говоря, не очень. Но здесь, видите, немножко иногда тоже зависит от вашей карты. От везения дополнительного. Но и здесь везения, к сожалению, такого прям суперского нет. А то здесь чуть-чуть, чуть-чуть реализация на такой карте нас подводит. Так. 7,5 минут остается до конца. Попробуем сейчас еще добавить. Добавить в этот контролинг. Добавить в этот контролинг. И желательно нам, конечно же, ее забрать. Забрать, 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 забрать. Забрать, забрать, забрать. Давай, 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 давай. Хорошо. Давай, 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 добавочку. Отлично. Овердрайв сейчас совсем скоро у нас уже появится. Так. И хорошо. Точка есть. И вот теперь нам надо просто красиво реализовать. Красиво реализовать. У титана вражеского должен быть купол, по идее мы под этот купол можем как раз таки и шарик прожать, когда он его возьмет, куполишку, и тогда уже показать небольшую хотя бы какую-то прибыль, прибалюшечку контентовую. Так, закидывать конечно туда, на такой ярус приятно выстрелы, но еще приятнее это давать крутой контентовый шар, который я почему-то до сих пор ни разу в этой катке не дал. Опа, а вот и титанчик прожимает куполочек, хорошо, противничек подкатывает к точке, хорошо, контролинг, 4 танка есть, и сейчас все что нам нужно сделать это показать прибыль. И мы ее показываем, эту прибыль туда их, туда их, все 4 танчика просто быстренько, легонечко, оп, и уезжают. Вот именно так вы можете супер качественно и грамотно реализовывать овердрайв Аресика. Бэмсить, бэмсить, еще раз бэмсить. 18 на 15 мы идем, очки здесь, ну наверное не являются самой главной вещью. Потому что карта, ну не сказать, что супер идеальная для такой комбинации, но в целом пойдете, 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 плюс еще бы под захваты я подъезжал бы. Очков, глядишь, было бы где-нибудь на очков 200, может даже 300 больше. Но, наша задача, ну в данном видеоролике, не такая, что получить как можно больше очков, а как можно грамотнее, качественнее реализовать овердрайвы, дабы показать вам, что этот Арес в целом делает, что он может накидать. А уже от захвата точек вы сможете сами поиграть и получить большое количество очков, заформить большое количество кристаллов. Ну и набэмсить, набэмсить, набэмсить по красоточке. Так, ну и у нас, похоже, будет здесь досрочка. Сломали мы немножечко противничка своими суперскими крутыми овердрайвами. Поэтому давайте заканчивать потихонечку. Ой, это я переборщил. Сколько мне туда надо дать? Семерочку, контентовая семерочка. И у меня есть еще один овердрайв, который мы сейчас попробуем где-то реализовать. Так, вот она с левой точки, как раз может быть сейчас противник под нее откроется. И мы этот шар запустим. Также не забывайте, что этот шар лечит всех своих тиммейтов. И по идее вы можете его прожимать с точки зрения хила тиммейтов и контроля точки. Если, например, у вас ситуация плохая, противник выпушивает зону и старается забрать вас, то вы можете, в принципе, и сыграть так, что просто хилите своих тиммейтов шаром и контролируете позицию. Можно и так реализовывать шар. Но я стараюсь, конечно же, больше играть на уничтожение. Потому что захил на аресе никто вам очки не дает. А если бы давало бы захил, то я бы, наверное, даже бы и вот в такой ситуации бы тоже смело бы прожимал бы шарик, когда видел, что есть хороший спейс для наших тиммейтов и можно прожать шар, чтобы засейвить команду. Вот сейчас бы тоже шарик очень неплохо залетел. Как раз там 5 противников под это все дело имеется. Но, к сожалению, я уже шар пустил чуть-чуть раньше, чтобы подсейвить в том тайминге точку. Но сейчас, походу, походу мы теряем ее. Походу мы ее теряем, либо не теряем, не знаю. Сейчас посмотрим. Попробуем тычку дать. А, нет, не теряем. Хороший магнум залетает. Всех ваншотаем. И точку здесь сейвим. Так, у нас здесь магнум контентовый под стенкой стоит. Мне кто-то еще. Эми наносит. Гауссик какой-то, да? Какой-то гауссик мне эми бэмсит. Ну ладно, давайте чуть-чуть в подсейв встанем. И постараемся эту точку уже до захватить. Так. Хороший-хороший урончик залетает. Но все это под куполом. А купол теперь нас еще и хилит. Как-то так, друзья. Как-то так, как-то так. Как-то так вы можете реализовывать новый арес. Я скажу, что я думаю. Я считаю, что это суперкрутой метовый овердрайв ареса, который теперь полноценно вернет этот корпус в матчмейкинг на постоянную основу. Здесь можно и реализовывать ареса с вулканом. Можно играть на магнуме, можно на гауссе, можно на рикошете. Если у вас есть, который наносит все статус-эффекты, можно играть на рикошете. Если у вас есть гелиус-устройство, тоже очень круто будет работать. Ну и эти шары имеют бешеный потенциал. Просто бешеный. Одним шаром можно унести всю команду противника, если она будет просто открыта в линию. И вы просто пускаете этот шарик на прямой дистанции, если карта без никаких ярусов. И уносите все, что движется. Просто все. Мне очень сильно нравится. Пишите, что вы думаете по поводу нового обновленного ареса. Поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг этого не сделали. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и также не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунте. Мой личный тег это тег TeamP. Устанавливайте его, поддерживайте меня. И участвуйте в розыгрыше на миллион кристаллов и на 20 тысяч тонкоинов. Вся информация по розыгрышу есть в описании. Поэтому переходите, кому это интересно. И участвуйте. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.